Лайкни меня, лайкни меня, жми и добавляйся в друзья, мы даже не знакомы просто... Я даже скажу, два раза плакала, потому что в этом мультике даже были и грустные моменты, ну и еще было грустно, что мы как бы расстались с этими персонажами, с драконами. Ну ладно, давайте уже делать обзор на игрушки. Так, ребята, первым делом мы откроем вот этот пакетик, а сардельку, ну вот эту дракону, мы отложим в сторонку, мы к ней, конечно же, вернемся. И, ребята, каждый, кто это смотрит, видео вот это, ну вот прямо сейчас, поставьте лайк, потому что я вам покажу такой секрет, ну как сказать секрет, может быть Таня, или кто-то может уже об этом знать, с помощью которого вы сможете собрать коллекцию без повторов. Я не вру, честно, без повторов. Так, поставили, молодцы. Вот этот секрет. Вот, смотрите, видите, вот такое, как инструкция, там вот это все про игрушки говорится, и все такое. И смотрите внимательно, видите, тут написано, вот, гроза крыл, вот видите, гроза крыл, вот. Вот, это название дракона, то есть, если вы прочитаете, вот здесь вот, сзади, название дракона, то вы уже поймете, кто у вас будет в этом пакетике. Такую хитрость я узнала. Поэтому, ребята, пользуйтесь, это такой небольшой лайфхак, то есть, если вот здесь будет написано Дневная Фурия, ну, вы сами поняли, кто тут попадется. Но у меня игры закрыл, и вы не думайте, что я просто так взяла, я просто захотела взять игры, закрыла, я как бы разбиралась, там смотрела. Тоже Дневная Фурия и Беззубика у меня есть. Если вы не видели видео, как я открываю Беззубика и Дневную Фурию, то посмотрите на моем канале, это видео есть. Так, давайте открывать вот этот пакетик с драконом. Такой интересный, он сделан в таком стиле скрытого мира. Здесь изображена мордочка Беззубика, и написано Mystery Dragon. Ну, как я думаю, я, конечно, не знаю, знаете ли вы, есть такая игра Капальчи Дракона, честно, не помню, как называется, но она у меня была скачана. И там есть тоже наподобие такой же пакет, Mystery, там тоже вот написано так же, и там тоже могут попадаться драконы. То есть, я думаю, что просто взяли и как бы с игры такую идею взять, ну, я не знаю. Ну, давайте же уже открывать этот пакетик. Так, ножницы должны, ну, потому что тут вот такие вот штучки есть, с помощью которых легко открывается. Так, так, что ж. Ути, какой чуть-чуть, 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 посмотрите, это же закрыл. Если он вам нравится тоже, то поставьте лайк. Вот он, такой красивый, вот он такой хорошенький, хорошенький. Сейчас я вам покажу, вот у него тут еще сзади голубой такой-такой, вообще красивый-красивый, очень красивый, очень. Ну, я его хотела, я просто этого дракона люблю со второй части. Ну и тут идет вот такая, ну, бумажка, просто безопасность или что-то, если не так надо звонить по этому номеру, ну, то, что нам неинтересно. Такой дракончик. Ну, приобрести вы можете этого дракончика, ну, этот пакетик в детском мире или в Тору, ну, я думаю, вы знаете эти магазины, как бы все их знают. Вы их можете приобрести за стоимость где-то от 350 до 450 рублей, где-то так. Точная цена я не могу сказать, потому что в каждом магазине разная цена. Так, ребята, теперь давайте откроем нашу сарделечку шикарную. Ребята, если вы помните, то у меня уже из этой коллекции есть два дракона. Это кривоклык и беззубик, сейчас я вам их покажу, вот тут сзади. Вот, изображен там вот кривоклык, а вот тут вот беззубик. Ну, конечно же, видео с распаковкой вы можете посмотреть на моем канале, у меня есть это все. А сейчас мы будем распаковывать сардельку. Так, давайте начнем обзор и начнем обзор с вот этой вот стороны коробки. Ну, как и в обычной коробке, здесь нарисована морда беззубика и dragons, там вот это там How to train a dragon in the hidden world, там где-то серия, третья часть. Здесь у нас написано, если я не ошибаюсь, сразу я по-английски не очень читаю, но если ошибаюсь, тут написано mid-leg. Это вроде как по-английски звучит название сардельки, вроде, честно не знаю. И вот этот значок, как бы сардельки, вот это класса камнеедов. А с другой стороны у нас, ну, как бы должен был быть рисунок там от этого беззубика и икинга, но раз уж вы покупаете в магазине, должны быть такие штучки. Поэтому ничего удивительного. Ну, сам фон сделан в виде скрытого мира, все такое, как кораллы, такое красиво, голубого, синего цвета. Красиво очень. А сзади у нас нарисована сама сарделька не в коробке, а просто так. Так, тут, я не знаю, тут не нарисовано, что она вот махает крылышками, она должна махать крылышками, поэтому тут просто она изображена. Я помню, что в сериях старых там прямо было изображено, как будто они махают крыльями, ну, так, нарисовано. Или стреляют этой пулькой. Но сейчас, я думаю, не делаю так, потому что я, по крайней мере, не помню, чтобы на какой-то коробке было изображено. Вроде нет. Но если нет, то поправьте меня напишите в комментариях. А вот драконы из этой серии. Кстати, ребят, напишите в комментариях, какой дракон вам из этой вот линии нравится больше всего, и какой дракон есть. Ну, если нет, то напишите, какой вам нравится, ну, или какой вы хотели бы. Просто мне интересно посмотреть, какие у вас есть, какие ваши любимые драконы, почему они ваши любимые. Я, в принципе, всех драконов люблю, у меня никаким драконам нет такой реакции, что, фу, какой страшный. Нет, я всех люблю драконов, даже с орденкой, она очень красивая. Так. Давайте уже ее распаковывать и смотреть, что она умеет делать. Ее легко открывать надо просто вот здесь вот. Ну, лучше здесь, здесь удобнее вот так вот сделать. Давайте сейчас. Опа, все. Это громко слишком ушло. Ну, и вот она у нас тут стоит. Скажу вам честно, у меня ни с первой, ни с второй части с орденки нет, ну, потому что я слышала, что с орденкой редкий дракон. Но по поводу, правда это или нет, я, честно, не знаю. Ну, скорее всего, редкий раз уж у меня нет этого дракона. Вот она такая красивая. И у нее, кстати, крылышки двигаются, вот ее способность вот так вот крылышками двигать. Еще у нее лапки двигаются. Вот. То есть она может принять вот такую лежачую позу, типа она лежит, и крылья вот так вот может согнуть, как будто она спит, отдыхает. Или может как бы стоять такая, знаете, поза сейчас. А, кстати, такая тоже может быть смешная поза. И вот стоячая такая поза. Вот так. Ее можно по-любому ставить, хоть так, хоть сяк. Это игрушка в плане, как бы, функциональности. Мне кажется, функционально даже без зубика, потому что у него, я, конечно, ничего не говорю, у него просто лапы как-то не очень удобно их ставить. А вот с орденки, она такая хорошенькая, юренькая. Давайте ее посмотрим. Она вот такого, я бы сказала, болотного цвета. С таким пупырышками. Но это как в мультике полагается. Все сделали правильно. С правильной прорисовкой. Это ее хвостик такой. Красивый очень. Крылышки у нее более коричневого цвета. Ну, вот, как я говорю, это деталь, которая у нее вот так вот двигается. Вот она махать ими может двумя крыльями. Вот так. А, к сожалению, я не знаю. А, нет, нет. Голова у нее двигается. Я думала, она не двигается. Я не знаю, почему она мне казалась, что не двигается. Нет. Это меня еще больше всего радует. Я вообще удивляю. А вот поясню. Не, рот у нее не открывается. А жалко. Но все равно она очень хорошая. А я не знала, что у нее голова двигается. Правда. А в ту сторону. Нет, она только так, что двигается. А, нет, она еще и в ту сторону. Просто, наверное, механизм плохо разработан, так как ее никто не брал. Вау, шикарно, шикарно. Нет, сарделька, мне кажется, по вот этим всем технологиям, по этому всему, по движению. Мне кажется, она лучше всех драконов, потому что у нее вообще там любую позу может сделать. И вот так вот. Оп. Она просто шикарный дракон. Очень красивый. Я очень рада, потому что мне вообще нравится этот дракон. Он хороший. Очень. И, ребята, ставьте лайки, если вам нравится моя сардельчика и вот этот маленький грызокрыльчик. И теперь я вам скажу, где я покупала сардельку. Ну и, конечно же, стоимость. Покупала я ее в той.ру. По поводу детского мира я вам пока что не могу ничего сказать, потому что я, честно, видела в детском мире только Беззубика, Кривоклыка и Громгильду. Дневную фурию я тоже не видела. Я, так скажем, на сайте спрашивала, они сказали, возможно, она появится. А у той.ру есть и дневная фурия. Ну, я не знаю, в каком точном, я не могу сказать. И сарделька. Может быть, какие-нибудь еще будут драконы. Как говорится, эта информация пока неизвестна, потому что, может, ее привезут вообще завтра, может, послезавтра. Никто не знает. А стоит такая красавица наша 1037. Ну, мне кажется, в принципе, конечно, достойная цена. Ну, конечно, лучше было бы, если была дешевле. Но, мне кажется, по вот этой механизму она очень хорошая. У меня первой серии, как я говорил, второй не было, поэтому я не знаю, как она была в первой и второй серии. Но в третьей вообще шикарная, очень хорошая сердечка. Очень шикарно. Ребята, я знаю, что на моем канале, конечно же, больше фанатов, наверное, Мальтел Пони. Но и Капучи Дракона фанатов немало. Поэтому, ребята, как бы не ссорьтесь, не пишите в комментариях, типа, что я должна любить именно то или именно то. Ребята, я люблю все, и буду снимать и то, и это. Поэтому друг друга не обижайтесь. Для меня тоже не обижайтесь. Я, как бы, люблю и Мальтел Пони, и Драконов. Есть же такие люди. И, скорее всего, я буду снимать, наверное, что-то из моей жизни. Если вы захотите, как бы, наверное, будет это. И пишите в комментариях, что мне снять с драконами. Может быть, с этими игрушками захотите какой-нибудь сериал, там, я не знаю, какое-нибудь, как большое кино, поделенное на части с драконами. Я не знаю. Пишите поэтому в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока! Пока-пока! Ребята, вы посмотрите, что я узнала. Это видео, скорее всего, как небольшое дополнение к обзору на Грозокрыл моего. Смотрите, я просто сидела и узнала, что, оказывается, когда Грозокрыл, тоже, как и Дневная Фурия, и Беззубик вот так вот могут просвечиваться. То есть, у них тоже, ну, не просвечиваться, но у них тоже крылья вот под этим вот ультрафиолетом тоже светятся. То есть, ребята, у меня такое, как, небольшое открытие. То есть, если вы купите дракона, вот, любого с такой, пещеркой, я буду говорить, пещера, вы не против? И купите с пакетиком, то, как бы, любой дракон будет светиться, вот, под вот этой штучкой. Вообще, интересное открытие, и я очень этому рада. Очень. И поставьте лайк. Я вообще прям даже не знала. Жми на полу, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня. Жми и добавляйся в друзья. Мы даже не знакомы, просто жми на полу.